Добрый день, уважаемые коллеги! Конечно же, актуальность вопроса лучевой диагностики и наблюдению за очагами в лёгких не вызывает сомнения. И с этой целью используется именно компьютерная томография в связи с её высокой чувствительностью. Но для начала нужно определиться с терминологией, что имеется в виду под понятием очаг. В отечественной литературе очаг — это образование, дающее тень размером менее 10 мм в диаметре. В зарубежной литературе под очагом понимают уплотнение лёгочной ткани округлой или близкой к ней формы, полностью окружённой лёгочной тканью, и размер его составляет менее 30 мм. И в чём же такая разница, почему в отечественной литературе 10 мм, в зарубежной — 30 мм? Дело в том, что в зарубежной литературе имеется в виду стадия Т1 рака лёгкого, то есть 30 мм. Все очаги, которые могут быть выявлены в лёгких, можно разделить на следующие виды. Первый — это солидные, также очаги по типу матового стекла и частично солидные, то есть имеющие солидную часть, окружённую уплотнением по типу матового стекла. И с развитием компьютерной томографии и повсеместным внедрением субмиллиметровым томографического слоя всё чаще мы выявляем у пациентов мелкие очаги в лёгких. И важно то, что эти переплевральные очаги являются солидными очагами, имеющие чёткие и ровные контуры, овальную, лентовидную, треугольную или квадратную форму. В среднем их размер не превышает 4 мм, и они не являются злокачественными, и чаще всего являются внутрилёгочными лимфатическими узлами. И практически у любого пациента при выполнении компьютерной томографии можно визуализировать вот такие мелкие очаги, которые являются нормальными анатомическими элементами здорового лёгкого человека. Но в то же время в лёгких можно визуализировать и патологические очаги. И важно то, что только 8% очагов размером менее 1 см являются злокачественными. Также при компьютерной томографии можно выявить относительные критерии доброкачественности. Для гранулем характерны кальцинаты. При гаммартохондроме можно визуализировать жир. Также наличие жидкости в очаге или его форма могут говорить о генезе этого очага. Но в то же время эти относительные критерии доброкачественности не всегда работают на практике, в первую очередь в силу небольших размеров визуализируемых очагов. И поэтому выпущены несколько международных рекомендаций, о которых я расскажу подробнее. Первая рекомендация общества Флейшнера от 2005 года, которая регламентирует динамическое наблюдение солидных очагов размером менее 8 мм, случайно обнаруженных при компьютерной томографии. Согласно этой рекомендации, очаги измеряются в легочном окне, оценивается их средний диаметр и подростом понимает увеличение размера более чем на 1,5 мм. Согласно этой рекомендации, пациентов следует разделять на группу низкого риска и высокого риска, в первую очередь по факту курения. В случае выявления очагов размером менее 5 мм, у пациентов в группе низкого риска наблюдение не требуется. В случае выявления очагов размером 4-6 мм, наблюдение рекомендуется выполнять через год, и если очаг не меняется, то дальнейшее наблюдение не требуется. В случае выявления очагов размером 6-8 мм, первое исследование рекомендуется выполнять через 6-12 месяцев, и затем через 2 года. Если нет динамики, то также дальнейшее наблюдение не требуется. И в случае выявления очагов размером более 8 мм, рекомендуется выполнять контрольную компьютерную томографию через 3, 9 и 24 месяца. И также могут быть использованы другие методы лучевой диагностики и, например, биопсия. Важно то, что эта регламентация говорит нам, что делать именно с солидными очагами, но не рассказывает о субсолидных очагах, которые также выявляются у пациентов. И вот, например, такой субсолидный очаг, который в течение 6 лет никак не поменял свою форму, размеры, структуру и была выполнена биопсия этому пациенту и верифицирован фокальный интерсоциальный фиброз. С другой стороны, в лёгких пациентах могут выявляться и субсолидные очаги, характеризующиеся очень медленным ростом. И, как представлено на этом примере, в течение 9 лет наблюдался медленный рост образования и в конечном итоге была верифицирована аденокарцинома. И поэтому в 2013 году, суммируя эти накопленные данные, также обществом Флейшнера была выпущена гайдлайн для наблюдения за субсолидными очагами. И в случае выявления солитарного очага по типу матового стекла размером менее 5 мм рекомендовалось не выполнять его дальнейшие наблюдения. В случае выявления солитарного очага по типу матового стекла размером более 5 мм первое исследование рекомендовалось выполнять через 3 месяца. И если очаг не менялся, то дальнейшее ежегодное наблюдение рекомендовалось выполнять в течение 3 лет. И в случае выявления солитарного частично солидного очага первое исследование следует выполнять через 3 месяца. Если размер солидной части менее 5 мм, то в дальнейшем ежегодное КТ-наблюдение в течение 3 лет. Если же размер солидной части превышает 5 мм, то рекомендуется выполнить биопсию. Также эта рекомендация регламентирует и порядок наблюдения за множественными субсолидными очагами. И в случае выявления множественных очагов по типу матового стекла размером менее 5 мм, наблюдение рекомендуется выполнять через 2 и 4 года. В случае выявления очагов по типу матового стекла размером более 5 мм без доминирующего очага, рекомендуется выполнять первое исследование через 3 месяца. И если очаг не меняется, то дальнейшее ежегодное наблюдение в течение 3 лет. И в случае выявления множественных очагов с наличием доминирующего очага, то первое исследование рекомендуется выполнять через 3 месяца. И если очаг сохраняется, то рекомендована биопсия. И в 2014 году Американским колледжем радиологии с целью стандартизации КТ-скрининга рака лёгкого и оценки его результатов были выпущены методические рекомендации по наблюдению за очагами в лёгких, так называемая ЛАНКРАЦ. Согласно этому гайдлайну, всех пациентов рекомендовалось разделять на следующие категории. Первая категория – это неполная, в неё входили пациенты, у которых либо нет предыдущего исследования для сравнения, либо исследование выполнено некачественно. В следующую категорию пациентов под названием отрицательная включались пациенты, у которых не было выявлено очагов лёгких. Во вторую категорию под названием доброкачественная включались пациенты, имеющие очаги с крайним низким риском малигнизации менее 1%. В третью группу под названием, вероятно, доброкачественная включались пациенты, имеющие риск малигнизации очагов порядка 1-2%. В четвёртую подозрительную включались пациенты, имеющие риск малигнизации 5-15%, и такие очаги требуют выполнения дополнительных исследований или биопсии. Также выделяется группа пациентов, изменения в лёгких которых были обнаружены, но они не связаны с карциномой лёгкого. И также выделяются пациенты, у которых в анамнезе уже была диагностирована карцинома лёгкого. И наибольший интерес представляют именно вот эти три категории пациентов. Во вторую категорию доброкачественную относятся пациенты, имеющие в лёгких солидный или частично солидный очаг размером менее 6 мм, а также очаг по типу матового стекла менее 20 мм. Таким пациентам рекомендуется повторное исследование через 12 месяцев. В третью категорию относятся пациенты, имеющие солидный очаг от 6 до 8 мм в наибольшем измерении, либо частично солидный очаг общим диаметром 6 мм, солидным компонентом менее 6 мм, или очаг по типу матового стекла размером более 20 мм. Таким пациентам рекомендовано повторное исследование через 3 месяца. Категория четвёртая, подозрительная, разделена на три субкатегории. И в субкатегорию 4А относится пациент, имеющий солидный очаг размером от 8 до 15 мм, либо частично солидный очаг общим диаметром более 6 мм, солидным компонентом более 6 мм, но меньше 8 мм, или эндобронхиальный очаг. В категорию 4А относится пациент, имеющий солидный очаг более 15 мм, или частично солидный очаг с солидным компонентом более 8 мм. И таким пациентам сразу рекомендовано выполнение биопсии. И в категорию 4Х включаются пациенты, имеющие классические признаки карциномы лёгкого. И им также рекомендовано выполнение сразу биопсии для подтверждения диагноза. И в заключении хочется отметить, что 75% очагов по типу матового стекла увеличивается в размере в среднем в течение 450 дней. 17% очагов по типу матового стекла приобретают солидный компонент. И у 23% субсолидных очагов отмечается увеличение размера солидного компонента. Таким образом, для своевременной диагностики рака лёгкого необходимо руководствоваться едиными стандартами для наблюдения за очагами в лёгких. И именно эти международные рекомендации могут как раз являться такими стандартами. Спасибо за внимание.